Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня в гостях неуловимый Александр Извяков. Мой старый приятель, не по возрасту, а старый уже мы давно друг друга знаем. Саша, доброе утро! Доброе утро! Почему неуловимый? Ну, неуловимый ты все-таки тоже, знаешь, у тебя иногда турне начнутся вот эти. Ага, обещал тебе. Плюс Индия, плюс все остальное. Там вернусь с Индией, потом вернусь оттуда. Нет, обещал тебе еще, помню, с тобой пообедать. Да. Если не позвонил. Ну, не страшно, ничего страшного. Мы не девочки, чтобы друг на друга не обижаться. Здравствуй, очень рад тебя видеть. Здравии. Тоже очень рад. Да. Доброе утро. В принципе, я думаю, что ты один из самых интересных персонажей на сегодняшний день. Оставляем тебя на закуску по одной простой причине. Спасибо. Ты, в принципе, очень много лет торгуешь в Фордс, обучил большое количество людей. Стратегия доступная, понятная. Не всегда дает там суперрезультаты, когда хочется. То есть, вот вопрос один. Я просто знаю, у тебя как бы трендовая стратегия, которая рассчитана в первую очередь на ударные дни. Не совсем так. Ну, вот расскажи. Лучше один раз услышать. Ударный день – это некоторый такой частный случай. Это есть такие дни, да, дни с ярко таким выраженным балансом спроса и предложения, у которых есть, у этих дней есть определенные признаки. Это, конечно, вообще классный дополнительный жирный плюс. Но, в целом, в целом, я люблю ловить волны на дневном графике. То есть, 2-3-4-5 дней роста, 2-3-4-5 дней падения. Свинк. Очень похоже на стратегию Ларри Вильямса. Вот, в ударный день, конечно, очень классно. Можно зайти, сразу много заработать, безопасно перенестись. Потому что основная эта проблема, какая при такой торговле, когда переносишь на утром, на открытии следующей сессии, утренней дневной сессии, может сильно цена дернуть против позиции. Поэтому в ударный день можно достаточно много заработать, продолжение достаточно. Вот сколько таких ударных дней в год приблизительно? Знаешь, мне только недавно человек говорил, посчитал, вообще всего было за, по-моему, за последний год 44. Это очень много. Из которых реализовать удалось бы только прям половину. Ну, это не так мало. Не так мало. Какие 21 ударный день? Это частный случай, но, соответственно, есть исключения определенные. Ну, если я тебе просто скажу, вот я недавно написал там роботишку одного, легенького такого, вот он дает 39 сделок за год. Работает на часовиках, но у него очень, как бы, жесткий вход, который бывает крайне редко, хотя всего на роботе там 4 параметра. У меня обычно есть... Вернее, написал, как раз ты вернулся с Новосиба, а написал как раз парень был у меня на семинаре, как раз ему привет, Родион из Новосибирска, он нас будет слушать, ему как раз привет. То есть он взял там модель и улучшил ее, добавил там 3-4 параметра, получилось как бы всего 40 сделок, но это сделки как бы очень такого жесткого характера, то есть ни вправо, ни влево. У меня есть один счет, на котором у меня обычно 2-3 сделки в год. Это очень хорошие, сильные моменты, обычно это весной, май, вот этот май был, и как раз вот в ближайшее время у нас такой период обычно ожидает, вот сейчас, конец сентября, октября, когда бывают очень хорошие движения, очень сильные. Там я беру всего 2 нормальные сделки, мне этого вполне достаточно. Я уверен, что успешными нас делают, ну, даже не мои слова, Ларри Вильям сказал примерно такую фразу, что успешными нас делают не то, как часто мы торгуем, а то, как часто мы не торгуем, насколько избирательны. Вот когда я это понял, когда я понял, что быть вне позиции, это тоже позиция, чаще всего самое лучшее, у меня дела пошли. Я посмотрел недавно больших крупных игроков, большие крупные фонды, я действительно просто посмотрел эти фонды, как они себя ведут, и ты знаешь, там бывает такое, просто на год занимает позицию там по натуральному газу, или по Apple, или еще что-то, и вот это core позиции самые мощные, как раз тут я с тобой абсолютно соглашусь. Но там, скорее всего, объем большой, там поэтому нет возможности. Как тебе удается вот сидеть? Первый момент, у меня есть счет поменьше, где я торгую более активно и более чаще, ну, там речь идет 4, иногда 8 сделок в месяц. Во-вторых, я никогда не мечтал всю жизнь просиживать целый день с утра до вечера у компьютера. У меня очень много других занятий в жизни, я много чем занимаюсь. Ну, например, пару хобби своих. Ну, это не обязательно хобби. Это очень любит путешествия. Да, это не обязательно хобби. Ты спички в домики складываешь? Это еще нет. А что ты делаешь? Не только хобби, у меня есть еще и бизнесы, между прочим, другие. Вот. Если хобби, ну, например, вот на даче я купил себе квадроцикл, люблю гонять на квадроцикле, там у меня раскопали, поля были раньше, поля сейчас, классные горы, озера, очень классно. Вот когда там заняться нечего. Если я в Москве, то сходить в эту трубу, в аквапарк, фитнес. Куда, в какую трубу? Аэра-труба. Аэра-труба, я знаю, на Симферопольской трассе. Их вообще несколько, да. Дальше. Ну, и успеть покататься. Хотя бы даже. Недалеко от дома есть, можно и на горных лыжах покататься, ну, в Красногорске там труба, пожалуйста, в любое время, летом. Ну да. Это если в Москве очень огромное количество. Снежок, который, да? Да, снежком. Самолет вожу иногда. И параплани надо летаю. Ну, какие-то такие, чаще всего, больше экстремальное извлечение. То есть я понял одну вещь, ты никогда не хотел, я тоже себя не могу как бы рабом денег назвать, но ты приводил себя к образной, приводишь к стилю торговли, где ты покупаешь себе свободу. Да, более того, это даже, в общем-то, при моем стиле торговли, это даже необходимость. Мне надо очень быстро переключаться на что-то другое. Если у меня не пошло, если я там схватил парочку стопов, мне надо очень быстро забывать, переключаться, заниматься чем-то другим. Так, время от времени посмотрю на рынок. Вот ты знаешь, я в последнее время, когда начал интересоваться роботами, я понял одну вещь, что выход, он гораздо важнее, чем вход. Да, и это понял давно. И потому что я видел трейдеров на самом деле, я понял почему. И у меня есть один мальчик, который у меня учился, у которого было 80% положительных сделок. И результат был минус. А результат был не очень, да. Минус. Да, да, да. И когда он урезал количество сделок, например, и стал делать, например, там 35% положительных сделок, образно, но соотношение риску-бытку и сам размер прибыли возрос в несколько раз, то результат пошел абсолютно другой. Согласен, я тоже уверен, что именно выходы. Знаешь, вот можно дать 100 человекам точки входа, они будут хорошие, но, как всегда, подавляющее большинство там сольет, кто-то заработает, кто-то будет в нуле, но дело все будет только в выходах. Как ты выходишь? Что для тебя, то есть я уверен, что это не секретная информация. Нет, это не секретная информация. Торгуешь среднесрок, да. На самом деле, еще до того, как войти, я знаю, ради чего вхожу. То есть я сначала определяю какую-то цель. Потенциал. А выхожу я, когда цена достигнет этой цели. Если все пошло так, как я планировал, если все пошло не так, я выйду по стопу. То есть это потенциал, он прочитывается технически. Да, по сути, на основе волатильности волн, на основе движений определенных, все, если я вижу хорошую возможность. Я вхожу тогда, когда вижу, что у меня действительно хорошие шансы взять какую-то жирную цель, если все пойдет не так, я потеряю чуть-чуть. Но более вероятно, что я все-таки возьму такую цель. Когда я вошел, то все, либо одно, либо другое. Сейчас это теоретически правильно, либо ты выходишь по тейк-профиту, либо ты выходишь по стопу. Да. Математически это гораздо правильнее, чем, например, все время менять точку выхода. Математически гораздо правильнее. Конечно, сидеть в позиции, париться и менять мнение. Правда, есть один момент. Когда цена достигает моей цели, ну, начнем с того, что все-таки изначально я вхожу внутри дня, несмотря на то, что я не очень люблю работать внутри дня, хотя многие считают, что я внутридневной трейдер. Нет. Мне надо просто сначала внутри дня заработать, взять цель, чтобы я мог безопасно перенести позиции. Да. Поэтому у меня есть сначала внутридневная цель. Взяв эту цель, я, конечно, позицию не закрываю, я просто переоцениваю риски. А, могу я что-то из этой сделки выжать еще? Посмотрел, могу. А где? На тренде большего периода. Уже не внутри дня, а смотрю уже на дневной тренд. Да, у нас прошла какая-то коррекция, какая-то первая свечка сегодня нарисовалась вверх. Я смотрю, потенциально еще 2-3-4-5 дней движения. Вот тогда я опять переоцениваю риски. Чем я рискую? Рискую частью заработанной прибыли. Не страшно. Да, накопленной, вернее, еще даже не заработанной, а просто накопленной. Ради чего? О, там цель потенциально в несколько раз выше. И шансы вероятности хорошие. Вот тогда позицию вставляю. И, что я стал еще практиковать, иногда взяв несколько дней движения, 3-4-5, в определенных случаях, которые, опять же, бывают чаще всего в мае. Чаще всего, кстати, в короткую позицию, в лонг, не припомню. Вернее, был в лонг, но еще давно. Тогда еще не очень четко это было отработано. Но, взяв при определенном характере рынка, как, например, было весной в мае, когда коррекция идет в боковике, дожиками такими, не очень дерганными, когда определенная сила тренда, я еще смотрю, тренд какой силы, я еще могу пересидеть эти несколько, 3-4-5 дней коррекции, как было в мае, и взять еще следующую волну. То есть, там удержание позиции было уже гораздо дольше. То есть, я опять, взяв цель, пересмотрел, опять определил, чем я рискую, ради чего. Не просто, вот хочется еще, да, а просто был какой-то анализ, была новая цель, я позиции не сгоревал, и до новой цели. Да, новая цель была 120 на 120. Потому что я знаю, я, опять же, знаю студентов, которые у тебя, плюс ты мне рассказывал, ты практически все сделки делаешь по тренду. Ну, да. Вот у тебя бывает именно контртрендовые сделки, например, сейчас все увидели 148, вдруг, при том, эта цифра вообще ниоткуда пришла, при том, мы сейчас находимся там в канале, например, там от 147 до 152, и все почему-то взяли, как бы, цифру за 148 и говорят, все, там, 148 шортить. Куда? Там канал, при том, канал восходящий, и есть верхние точки. Понятно. Значит, тут вообще надо понимать, что такое, надо четко разбираться, что такое тренд, там, и контртренд. Вот, на самом деле, я вхожу после коррекции, то есть пошло какое-то движение вниз, и я вхожу, ну, в смысле, не обязательно вниз, да, куда-то пошло движение. Я, например, вхожу в лонг после окончания коррекции в начале самом движения, то есть цена всегда изменяется волнами. Как ты определяешь именно окончание этого движения? По дневному говяевку, если по дневному говяевку, сигналом для меня является закрытие выше максимума предыдущего дня. Да, 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 по сути, выше максимума предыдущего дня, то есть шло снижение, свечка снижается, и я получал сверху. То есть ты пытаешься поймать импульс, так называемый. Кто-то считает, что это, да, кто-то считает, что это контртренд. Ну, это теоретический контртренд. На самом деле я вхожу после коррекции, тренд идет на раньше, потом скорректировать. А я просто, например, другое. Сейчас я тебе расскажу после короткого новостного, после коротких новостей, я тебе расскажу то, что я придумал, как бы называя студентом, говорю, правило трех называется. Дорогие друзья, у нас Александр Резвяков, отличный трейдер и просто очень хороший человек, и у нас будет короткий перерыв на новости. Еще раз, еще раз добрый день, Александр Резвяков, Саша, здравствуй, еще раз. Так вот, я с тобой теоретически согласен, то есть после такой коррекции, после, например, сильного движения вниз, вот этот один бар... Конечно, это не контртренд, это просто после коррекции, в начале волны. Имеет значение, как это называется, это образ, там, твой стиль торговли, это может называться там контртренд Трезвякова, имеет значение. Поэтому я и говорю, что надо сначала определиться с понятиями, где тренд, где контртренд. Я ребятам всегда рассказываю, например, что как бы есть у нас правило трех, то есть есть бар, который останавливает движение и разворотный дальше, то есть который закрепляет это движение в обратную сторону. Ты просто пытаешься зайти образно в самом низу коррекции, чтобы захватить... В самом конце коррекции, в самом начале. Да. В окончании коррекции. Да, но это работа по тренду, просто цена всегда изменяется волнами, я вхожу в те моменты, когда вижу хороший потенциал с минимальным риском, где это может быть, как не в начале волны. Тогда что для тебя является изломом тренда? Изломом тренда? Вот когда тренд, когда ты скажешь, например, у нас там аптренд. Это когда уже волны последовательности максимумов и минимумов волн меняют свое направление. То есть так тренд идет повышающимися максимум и минимум, максимум и минимум. Вот на что я смотрю? На максимум и минимум волны. Я, кстати, изучал работы... А ты же понимаешь, что, например, весь тренд, например, вверх, он может быть сформирован всеми красными барами? Я не знаю, что такое красные бары. Что черные бары. Ну, то есть открытие, закрытие, каждого следующего, каждое закрытие будет ниже открытия. То есть, по сути дела, тренда вверх, тренд вверх. А внутреннее движение было? Да, такое тоже бывает. Но, значит, не мой рынок. Значит, буду сидеть ждать. То есть, есть определенные признаки, когда я торговлю прекращаю. Это как раз... Но я буду говорить не бар, а свечки. Да, я привык. Да, нормально. Свечками пользуются. Так свечками полустрадной пользуются. Конечно. Так вот, когда появляются внутренние или внешние свечки, когда появляются дожики, волчки такие, большие хвостые, маленькие тела. Я очень люблю тоже. Когда цвет не соответствует направлению, то есть, вот именно черные, максимум дня выше предыдущего дня, максимум и минимум дня выше минимум предыдущего дня, а свечка черная. Вот это... Ну и плюс еще, когда свечки учатся с очень маленькой волатильностью, вот это тогда, когда я торговлю прекращаю и наблюдаю. Объемы? Объемы не смотрю вообще. Просто вообще. Могу объяснить, могу рассказать. Да, 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 с удовольствием. Вообще, на самом деле, знаешь, по какому пути я шел? Когда-то я пришел, когда на рынок. Ну, со всех сторон. Давай начнем, знаешь, с самого начала, как ты пришел на рынок и закончим объемами. Когда... Как пришел на рынок? Когда-то у меня была компьютерная фирма. Занялась компьютерами. Да, это конец был в 90-е. В конце концов, бизнес... Ну, появилось много конкурентов, бизнес стал не очень интересен. Я решил дело закрыть, решил перебиться на наемной работе. Так, чуть-чуть, на полгодика и найти идею. Дело затянулось на 7 лет. Но искал. То были какие-то идеи, денег не было. Стал постепенно деньги собирать, откладывать. Потом пришла идея приумножать. Сначала в банки вложил, потом в пифы. Потом смотрю, наблюдаю за пифами, думаю, а что пифы? Я же то же самое могу и зарабатывать больше. Практически все пифы проигрывали. А рынок вырастал гораздо... Они хвастались, что они там очень много заработали. Я смотрел, рынок-то вырастал гораздо быстрее, гораздо больше. Я думал, ну, думаю, сам буду покупать. Просто тупо по индексу голубые фишки. Это был 2004 год. В 2005 году попробовал активные спекуляции. Поперло. Но дело я все неправильно сразу мог сказать. Это был классный бычий тренд. Начался, пошел. Ну, что я делал? Я стопов, конечно, не ставил. Это стопы придумали, это русы, да, естественно. Входил, плечо было маленькое на акции, все второе. Входил, пересиживал откаты. Рынок меня прощал, шел все время вверх. Ну, вот, слава богу, в 2006 году перешел на фьючерсы. Фьючерсы быстро научились, что к чему. Ну, и самое главное, тоже понял, что деньги-то я зарабатывал. Да, первый год я заработал. Я заработал что-то порядка 40 процентов, ну, для новичка, да, не потерял. Горой? Год, да. Но рынок-то вырос. За тот год на 83 процента. А я со вторым плечом, да, я в два раза его должен был обогнать. И вот я стал задумываться. Где косяк? Да. Я понял, ну, это я уже давно знал, но решил это применить к трейдингу. Я понял одну вещь, что в любом деле хочется стать мастером. Нужно понять, нужно уметь отделять полезные информации от шума. Вот разобраться, где полезные информации от шума. Тут я знаю, что очень правильно говоришь, я всегда на первом занятии говорю одну вещь. Любой трейдер, вот почему вы пришли научиться? Вы пришли научиться, чтобы научиться фильтровать информацию. Все. Это самое главное, да. Трейдинг это тот бизнес, где 99 процентов информации, если не больше, это шум. Да, это шум, не нужный шум. Как понять, где полезная информация, где пустой шум? Я просто стал из своей торговли все постепенно убирать. Я слушал сначала всех там аналитиков, читал новости, было куча индикаторов. В общем, все как у всех. Смотрел Америку, нефть и так далее. Я стал постепенно из своей торговли все убирать. Если она оказалась, что можно было спокойно обходиться без него, ничего не менялось. Все обходилось. Значит, нам точно было не нужно. Я убрал, перестал слушать аналитиков, я перестал читать новости, ничего не менялось. Я, может быть, стал меньше знать, чего в жизни творится. Доходы никак не упали, время свободного больше, кстати, появилось. Вот так вот постепенно убирал, чат и форму исключил. Убирал индикаторы, осцилляторы, просто изучил их не форму. Перестал корреляционный методом анализа пользоваться Америкой. Можно, оказывается, спокойно торговать, не зная, куда пойдет Америка. Вот так все убирал, убирал, и последним как раз убрал объемы и понял, что торговать могу без всего, кроме одного. Цена. Цена, да. Вот без нее не могу. И убрал объем. Почему убрал объемы? В какой-то момент, ну, был у меня такой не очень хороший опыт, когда я понаслушался, ну, скажем так, старших товарищей, когда, ну, там, вошел в позицию, началось падение, они говорят, да фигня, чего ты не видишь, что это за падение, объемов нет. Объемов нет, оно еще ниже. Объем не подтверждает. Ладно, сидим дальше, сижу. Идет еще ниже, да, спрашиваю, ну, что, как там, объемов, ну, это самое, падаем же, лось растет. Говорит, сейчас посмотрим. Да не, фигня, тоже объемов нет. Короче, во-первых, объемы появились потом, когда уже было плотно. Во-вторых, я задумался, блин, я вошел в позицию, цена пошла против меня, меня отнимают деньги. Надо выходить. У меня забирают деньги, я могу это в любом минуте остановить, но я сижу, если я успокаиваю, что объемов нет, то есть... Ты придумываешь какой-то фактор. Да. А если бы я вошел в сделку, и цена пошла в мою сторону, и тоже без объемов, я бы чего отказывался об этом денег? Ты даже не обратил внимания бы. Правильно. Так вот, я понял, что в сделке всегда есть две стороны. Если маленькие объемы мало продавали в тот момент, но в этот же момент и мало покупали, несмотря на сильно снижившую цену. А продавали бы много. Поэтому, когда пошел S&P вверх, без объемов, и все начали говорить, что это нечестный рост, я просто сказал, там просто нет продавцов. Конечно, потому что никто не хотел продавать, несмотря на то, что стало очень дорого, ждали, что будет, видимо, еще дороже. Да это еще даже лучше без объемов. Объем может взяться только тогда, когда есть два сильных игрока. Правильно, правильно, когда встречается. Я не знаю, на самом деле, как лучше, с объемами или без объемов. Я знаю, что можно торговать спокойно без них, что главное для меня движение цены. Я вошел в позицию, у меня либо отбирают деньги, я их отдаю, я сижу хлопаю, либо наоборот мне их дают. Успешным, богатым я становлюсь от того, что я как можно меньше отдаю, как можно больше забираю, когда дают. Не отказываясь от этого, правильно? Сорос же правильно сказал, не имеет значения, сколько ты зарабатываешь и сколько ты теряешь. Имеет значение, сколько ты теряешь, когда ты не прав и сколько ты зарабатываешь, когда ты прав. Правильно, абсолютно верно. То, что говорят все успешные трейдеры, обрезай убытки, давай приобрететь, то, что и ты примерно говоришь. Ну все говорят одинаково, это говорит нормальный трейдер. Не совсем, я иногда зайду в интернет за эти фразы, оказывается, очень часто над нами смеются. Да, но самое интересное, что люди не могут смеяться по одной простой причине. Из всех факторов в трейдинге есть только один, который можно контролировать. Это убыток. Правильно, больше от нас не зависит ни что. абсолютно. Мы можем только контролировать убыток, где поставить стоп, как выйти из позиций и все. Как мне когда-то сказал один человек, который там гораздо, даже лучше трейдер, чем я, который очень состоятельный трейдер с миллиардными хедж-фондами, он сказал только одну вещь. Только одну. Он просто сказал одну вещь. Ты знаешь, любую систему можно заставить работать, любую, при условии, что у тебя будет правильный риск-менеджмент и money-менеджмент. Знаешь, я это доказываю на семинаре, я показываю систему со случайным входом. Просто? Да. И там есть два варианта. В одной и той же точке, абсолютно случайной. Я всегда вхожу в лонг, и в этой же точке другой вариант. Я всегда вхожу в шорт. И результат и там, и там получается прибыль, которая, правда, на некоторых акциях, не очень ликвидных, она, конечно, убивается в комиссии на акциях. Но если без комиссии, там вообще всегда прибыль получается. Из-за правильных выходов. И есть еще следующий момент касается в убытках. Убытки между собой, убытки и прибыли между собой не равны. Потеряли мы процентик, чтобы восстановить счет, надо заработать не процентик, а больше. Нет. 1,01. Это не сложно. Это самое, не сложно. Потеряли 10, уже 11, чтобы восстановить. 1,01. Потеряли 15, восстанавливали, там, 17 с чем. Потеряли 20, отбивать на 25. Потеряли 25, отбивать уже 33. Потеряли 50, отбивать уже 100. Понятно. Вот самое главное, не допускать больших убытков. Не важно, в одной ли это сделки, или в серии сделок. Но если в каждой сделке я контролирую свой убыток, у меня еще может быть серия каких-то убыточных сделок. Я тоже могу насобирать там 10%, 15%, например, убытков. И мне это сложнее отбивать. Так вот, еще главное, не допускать больших убытков, потому что в какой-то момент они могут быть такие, что прибыльные сделки их перестают отбивать. Тогда задаю тебе вопрос. Вот представь себе, у тебя есть некая система. Эта система подразумевает собой, что у тебя, например, может быть 5 сделок убыточных подряд. И после этого у тебя должен быть рост. Это взять, если на основе ручная система, что алгоритмическая, это никакой разницы нет. И вдруг получается, что ты вместо 5 убытков подряд, вот должно все нормально быть, система никогда не давала сбоев. У тебя идет 7 убытков, 8 убытков. У нас есть система, которая там великолепно работала, а потом просто дала 40 убытков подряд. 40! Пускай маленькие, но подряд. И ты начинаешь думать, работает система, не работает. Это больше психологически. Психологически. И нельзя его выключать, потому что ты знаешь, что у любого робота может быть дроудан. Вот где это критическая сторона, когда понимать, что не идет. Я, например, всегда говорю так, после каких-то количества сделок не идет, нужно просто резать объем. Уменьшать объем? Да. Я не совсем согласен. Дело в том, что, а потом у тебя выскакивает прибыльный сделок, а ты заработаешь. Я поэтому и тебя спрашиваю, твое видение. Я считаю, объем снижать нельзя. Просто изначально объем должен быть рассчитан так, чтобы при какой-то критической... У меня всегда двойной запас. Вот это я и пытаюсь спросить. Представь себе, что критический запас стал превышаться. Мы, например, задали себе 15 убыточных сделок подряд. Да, смотри, у меня двойной запас всегда стоит. Вот этот критический, двойной. То есть, если вдруг будет максимальная серия сделок, у меня еще есть большой убыточный, который у меня было. На мешочках. Но не то, что максимальная, а больше максимальная. То есть, у меня двойной запас. Я все еще могу, не снижая объемы, работать. Но на самом деле... То есть, ты берешь максимальный лосс и умножаешь его тупо на два. Да. Ну, если вдруг совсем все плохо. Да, да. Вот давай сейчас конкретно об этой модели поговорим в следующей третьей 15 минутке. Дорогие друзья, у нас Александр Извяков в гостях. Хороший трейдер, хороший человек. И мы уйдем на короткий новостной перерыв. Да, Саша, еще раз здравствуй. Еще раз. Вот о чем мы говорили. То есть, я понял, ты берешь вообще такой сложный запас, что в России, кстати, очень редко это понимают. Здесь обычно бизнес начинает работать. И берут там запас всего на полгода. Когда полгода проходит и что-то не получается, тогда начинают говорить, ой, а что же мы сделали? Вот как ты делаешь это? Так, как я делаю где? Как ты, откуда взялась эта цифра, например, в два раза брать там свой максимальный убыток и держать? Как уж я к ней пришел, уже не вспомню. Ну, когда-то я задавался вопросами, какой у меня должен быть первоначальный объем входа. Когда задавался, это из опыта пришло. То есть, как-то постепенно сложилось. Не помню, уже много лет назад. Когда меня там именно такая идея пришла, я сейчас не могу вспомнить. Была бы ситуация, когда, например, тебя побило, да, например, просадку попал. Нет, я не к этому говорю. Вот тебя побило, у всех бывает. Побило, произошла просадка, и ты вот начал пересчитывать что-то. Ну, конечно, всегда бывало. Я постоянно веду журнал сделок, и когда что-то не так, я все время пытаюсь, это сразу видно, я пытаюсь там сразу это выяснить, а забав с причинами сделать как-то, попробовать как-то избежать. В будущем, вот, значит, но я вот хотел сказать, договорить, что на самом деле там проблема-то получается больше психологическая. И поэтому я, в своем прочем, еще останавливаю, прерывая торговлю, это чтобы снять эмоции, негатив от убыточных сделок. То есть, я не робот, в отличие от робота, я не могу торговать как робот, это самое. Да на самом деле и с роботами, я думаю, тоже у людей бывают эмоции, потому что робот-то твои деньги сливает, правильно? Ну да. Все равно ты переживать будешь, там что-нибудь подлезешь, подкрутишь, может быть, как раз именно с этим объемом. Вот, я, к всему прочему, еще и останавливаюсь. У меня есть максимально допустимая просадка, то есть определенное количество сделок. Ну, я вообще-то принимаю все способы, возможные для снижения убыточных сделок, которые идут подряд. Например, пользуюсь переносом без убыток. Если цена все-таки двигает в мою сторону. Через сколько? Без убыток сейчас, у меня, я по-разному пробовал, сейчас, вот мне буквально, наверное, с начала прошлого года, вот года полтора уже, комфортно переносить без убыток даже чуть быстрее, чем размер стопа на такое же расстояние, либо чуть быстрее. Я обычно рекомендую где-то два стопа. Вот я два стопа, я как раз торговал несколько лет назад, все время было на два стопа. Сейчас мне комфортнее стало, но это надо понимать, это мои психологические какие-то. Ну, смотря какой у тебя стоп, у тебя есть стоп как бы дневной, например, там средний размер АТАРа, тысячу пунктов или полторы тысячи, конечно. Вот, я стал переносить на размер стопа, либо чуть быстрее, поэтому у меня сократилось количество убыточных сделок, которые идут подряд. При этом на прибыльных сделках, я смотрю по своему журналу, это практически не сказывалось. Иногда выбивает, я веду такую статистику, справедливый, либо несправедливый, без убыток, да, вот выбило. То есть выбило, но до стопа не достало бы и пошла бы, да? Или выбило, и потом бы до стопа, и все равно до стопа дошло бы, это было бы тогда справедливый и без убыток. Да, я смотрю, у меня все стопы в основном справедливые, а когда и бывает несправедливый, я спокойно вхожу второй-третий раз, может быть, после этого без убытка, и все равно в хороший день как бы все нормально. Если не пошло, то не пошло. Вот. Ну, разные другие приемы. А самое главное, когда торгуешь нечасто, когда ты торгуешь избирательно, когда ждешь в хороших моментах, то это тоже снижает количество убыточных сделок. Тем не менее, все равно, конечно, все бывает, попадаем в какой-то период, например, как сейчас август был, да? Да, последние два месяца были очень тяжелые. Да, 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 на самом деле, ну, июль еще что-то там как-то, но август, да. А на самом деле, просто там даже сигналов не было. Да, там действительно был рейдж, там не было сигналов для работы. 144,5 и все, и ничего было делать. На, помню, 3 августа только была какая-то это, нормально. Свечка, 146, да. А потом все, как зависли. Больше ничего интересного не было. То есть, как раз то, с чего мы начали передачу, нужно уметь, нужно уметь, как не торговать. Да, да. А тут опять возникает психологический проблема, потому что сидеть вне позиции, это для многих очень тяжело. Это очень тяжело, представляешь, я пришел на работу, я подготовился, я сделал домашнее задание, у меня вот деньги на депозите лежат. Как так, я не буду торговать? Ну, мне в этом деле проще, у меня домашних заданий нету. Вот. Я к этому спокойно отношусь, натренирован. Но многие считают, что, типа, что это за трейдер такой? Трейдер должен уметь зарабатывать всегда, на любом рынке, каждый день, если боковик... Ну, это же из роботсти фантастики, что ли? Конечно. Я таких никогда не встречал. Вот. Но вот многие так вот критикуют. Нет, у меня были... Типа сидеть и ждать хорошее движение. У меня были, на самом деле, такие годы, да, когда... Погласен. Годы бывают разные. Потому что многие говорили, что я заработал деньги, типа, в период интернет-буминга. Я показывал, я в период с 2000 по 2003 год даже ни разу не торговал NASDAQ-акцию, ни одну. Мы были фирма, которая заточена была только под Нью-Йоркскую фондовую биржу, а интернетовские компании, вот эти бумы, они не торговались вообще на Нью-Йорке. То есть я ни одной NASDAQ, я ни на интернете, ни на Yahoo, ни на всех этих компаниях, ни копейки денег не заработал вообще. А тогда вопрос такого характера. Вот как ты вот действительно пришел к такой торговле? Ты же начинал как-то по-другому торговать. На самом деле, ну, не совсем так. У меня были разные периоды, конечно, и до скальпинга скатывался, и как-то... Скатывался. Такое злое слово. Знаешь, как алкоголизм. Я скальперов очень уважаю, вот. Потому что это действительно люди... Да, это мега талантливое такое количество. Просто среди них реально успешных, может быть, не очень много, но тех, кого я знаю, ну, достаточно известные лица, конечно, перед ними можно приглашаться. Я не такой дисциплинированный. Я понял, что именно это не пошло. Ну, почему? Даже вот Андрей Берец у нас в программе был. Он изумительный парень. Он так и сказал. Он классный парень. Да, он отличный парень. Но он говорит, Саш, я ужасно недисциплинированный. Не дисциплинированный. У нас передача была с ним две недели назад. Он так и сказал. Говорит, Саш, я ужасно недисциплинированный. Я ленивый и недисциплинированный. Андрей, кстати, слышит нас. Огромный привет от двух Саш. Можешь загадывать желание. Вот. Мне, мой стиль торговли такой сложился еще потому, что я начинал, когда начинал, я совмещал с наемной работой, которая не связана с трейдингом. Я чисто физически не мог там сильно долго торговать. То есть я занимался какими-то рабочими делами. И вот я в какие-то опленные моменты искал точки входа. Если не получалось, не вошел, то и уезжал, по объектам ездил, каким-то другим делами занимался. То есть не торговал, не смотрел за рынком. Если входил, то то же самое, выставил стоп. Ну как вот, мне надо уезжать, и как не поставить стоп, да? Конечно, я ставил стоп, уезжал, приезжал, смотрел, там, оп, выбил его по стопу. Ладно, ничего. Или, о, заработал денег. И заработал много. Причем я знаю, что если ты сидел там, смотрел на то, как цена колебалась, туда-сюда вверх ходила, я бы, скорее всего, не выдержал бы, закрылся там эмоционально. А тут просидел, тут, наоборот, не видел этого, прокатался где-то, приезжаю, оп, и денег навалило. Вот отсюда как-то сложилось. Потом пробовал другие разные вещи, повернулся к этому. Примерно. То, что, да, такие движения побольше, немаленькие, несколькодневные. Вот самое новое. Иногда за несколько дней, получается, надо, там, болтарить счет. То есть процентов 50 сделать бывает. Иногда даже больше. За несколько сессий? Да, за несколько торговых дней. И что там сидеть, это... Ну, нечасто, да? И что там сидеть... Перебирать траву. Как скальпер набирать, да, когда результат, в общем-то, получался. Но в лучшем случае тот же, а чаще всего из-за недисциплинированности. Ну, давай возьмем. В общем, Саша Резвяков три года назад. Я тебе сколько знаю? Три года. Да, почти четыре. Знаешь, я тебя первый раз увидел в 2006 году. В 2006 году, когда ты еще в IT-инвестор приезжал. Но в 2008 году мы уже точно были знакомы, потому что на МВБ, значит, уже четыре года. Четыре года, больше четырех. Вот Саша Резвяков четыре года назад, и Саша Резвяков сейчас. Что улучшилось, что ухудшилось? Не знаю. В принципе, наверное, ничего такого серьезного, никаких изменений не произошло. Актуальный человек, ты можешь конкретно сказать. Ну, тогда можешь в плане трейдинга. Мало что-то изменилось. Рынок. Я знаю, что ты более активно раньше был. Да, то есть ты, я знаю, торговал там очень серьезным количеством лотов. Нет, это был другой момент, то, что я торговал большим количеством лотов, большим объемом. Я подошел к какой-то своей цели, жизненной цели. Я говорю, я собой не гордился. Мне хотелось побыстрее это взять, решить. И за это у меня были свои психологические сложности. Быстрее достичь какой-то цели. И три месяца я тут бился, бился. Что за цель была? Ну, определенная сумма денег. А, именно это что-то просто цифровая. Да, который, ну, я бы себе мог там кое-что позволить. Понятно. И вот она вот маячит, маячит, маячит. Мне еще тут одну-две хорошие сделки она будет. И хотелось все быстрее. Ну, и было, да, действительно. Но в конце концов я расслабился. Это еще, знаешь, когда был сентябрь месяц, вот до декабря. Только не помню, какого года. 2007, наверное, 2008. До декабря я как-то не мог, пока не расслабился, пока вот само собой все не пошло, пока не успокоился. Просто стал работать. Да, 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 да. Вот, а это уже было эмоционально. Когда суммы стали достаточно эмоционально значимой, да. А я еще, да, еще и большие объемы впихивал. Но опять все равно я там контролировал, конечно. Я не входил сразу. Это был первый мидинг, я набирал позиции. То есть все равно было, конечно, это, но никогда не хотел и не хочу так торговать, ставить. Ну, у нас все время один и тот же вопрос возникает. Ты знаешь, очень многие люди относятся к твоей и моей, так называемой, околорыночной деятельности. Поэтому, чтобы вот им просто сидели с тобой в коридоре, когда ты сказал, я приехал с Новосиба, посижу пару месяцев дома, как бы начинаю скучать, да, без народа. Ну, это нормально, естественно, вот это, там, прийти куда-то, выступить перед народом, это колоссальный, конечно, адреналин. Я тебе прекрасно представляю, такой драйв. Серьезно. И не только, ну, во-первых, это общение, да, то, чего мне не хватает, трейдинг, вот он не дает общения. Один на один с компьютером, это да. Но самое главное еще, у меня со многими вот людьми, когда ездишь, встречаешься, рождаются интересные идеи. Я же говорил, у меня появились какие-то вот другие. Бизнесы. Вещи связанные, да, другие бизнесы. Вот сейчас вот генеральный директор некоммерческого партнерства бизнес-ангела, меня ребята избрали, то есть там у нас интересные идеи такие. Чем это там занимается, если секрет. Вкладываем в очень рискованные проекты, то есть сначала идет анализ, смотрим. Ну, понятно. То есть это даже еще, как сказать, бывает венчурсные, а это еще, короче, перед венчурсными. Перед венчурсными. Но вообще самые сырые. Да, да, самые сырые. Какого типа проекта. И если идея стоящие, то инновационные. Если идея стоящие, то технологии, интернет. Все что угодно. Технологии, интернет, программное обеспечение, да. Ну, это такая отдельная тема, она только начинает развиваться, это интересно. Ну, это модно, да, на самом деле. Это все. У меня как раз, я тебе об этом расскажу, у меня есть парень с очень хорошей темой. Отлично. Да. И денег там немного надо. Вот, отлично. Вот, я просто знаю, что ты занятия свое всегда начинаешь. Мне, кстати, твои ребята рассказывали всегда. Никому не верьте, даже мне. Да. Вот, продолжи. Ну, я, если когда веду занятия, я пытаюсь всех сразу настроить, что когда речь идет о деньгах, верить нельзя никому, особенно когда речь идет о заводке на фонду Мэнки. И занятия строят таким образом, что все должны сомневаться. Я даже иногда бывает, иногда бывает даже специально обман, конкурс устрою. Кто обман заметит, получает деньги. А мы, у меня то же самое в книжке есть, специально неправильные графики, да, и написано там вместо поддержки стоит сопротивление. Ага. Потом леплю 200 дней среднюю скользящую на 5-минутный график. И вот я настраиваю, во всем сомневались, вот ищите везде подвох, и только то, что я вам смогу доказать с помощью логики, математики, тестирования, да. Ну, сначала мы там, еще на первых занятиях приходим к каким-то понятиям, определимся с понятиями, потом на основе понятий какие-то логические цепочки, потом проверяем на тестирование, там, математика и так далее. Только то, что я смогу вас убедить, вот именно с помощью логики, математики, тестирования, в то еще тоже верить нельзя. То надо взять на заметку, а потом попробовать. Попробовать на небольшой сумме, на одном контрактике. Все хотят там сразу денег, нет, это посмотреть. А вдруг есть подвохи, да, вдруг я так вот красиво рассказал, а у вас потом ничего не получается. Получить психологическую уверенность, все нюансы понять, прочувствовать, которые будет наше столько, большинство, очень много, которые я не смогу передать, да, потому что их на самом прочувствовать. Это как на велосипеде рассказывать, вот как в теорию не уехать, да, когда сядешь и все совершенно вот почувствовать себе нюансы, детали, да. И вот если могу убедить, тогда я говорю, вот, начинайте, приступайте. Дорогие друзья, у нас Александр Резвяков в гостях. Четвертая финальная часть от Саши Резвякова через короткий промежуток, на основе. Вот от молодежи, да, вот. Что в твоем понятии нужно, чтобы стать хорошим трейдером? Первое, надо четко понимать, что трейдинг – это бизнес. Это такой же, ну, в чем-то он похож на классический бизнес и чем-то отличается, но это способ зарабатывания денег, этот бизнес. К сожалению, или, может быть, даже к счастью, я наблюдаю за многими, для большинства это тусовка. Трейдинг – это тусовка. Им классно об этом поговорить, поболтать. А вообще, кого-то сказать, я трейдер. Да, кого-то сказать. Чувствуйте себя приобщенным к какому-то великому делу, но когда речь касается до зарабатывания денег, они либо нифига ничего не делают, либо делают то, что делать как раз не надо, делают все наоборот. Поняв, осознав, что это трейдинг, надо понять, разобраться, как здесь, за счет чего зарабатываются деньги. У многих совершенно неправильное представление, как, за счет чего здесь мы зарабатываем деньги. Ну, все считают, что рынок можно предсказывать, хотя он мало предсказуем. Ну, речь идет только о смещении вероятности, что более вероятно, что он пойдет туда или сюда, но быть всегда мы все по-другому, что зарабатываем мы за счет того, что ставим на вероятности, но контролируем риски при этом. Если все пойдет не так, потеряем не очень много, если пойдет в нужную сторону, заработаем в несколько раз больше. Вот понять это, осмыслить. А дальше, что дальше? Практика. А ты считаешь, что когда вы зарабатываете деньги на рынке, что вы реально у кого-то отобрали? Я не то что отобрал, люди сами отдали. Они в любой момент могли это остановить, но они сами отдают деньги. Но тут дело в том, что кто эти деньги теряет? Многие считают, что мы, спекулянты, отнимаем деньги у каких-то неопытных новичков. Новички много-то не принесут на рынок. Что там с них? Я сам еще учу с одного контракта, только когда начинает получаться, тогда поднимаете. Или у своих коллег-неудачников. На самом деле здесь более мелкие за счет крупных. Еще мелкие скальперы за счет средних. Конечно, это наш доход. Это в первую очередь недозаработок крупника, которые в силу своей неповоротливости не могут быть очень эффективны. Даже опять мы возвращаемся к тем же пифам, которые достаточно большими средствами торгуют. Оказывается, зарабатывают меньше рынка. Рынок вырос на... 10%, но они заработали 7%. Например, да. Куда уходят эти недозаработанные деньги? Они могли оказаться... Они тоже в прибыли, но в прибыли меньше рынка. А очень часто они не теряют. Они тоже очень много теряют. И вообще считаю, что больше всего теряют... Как раз крупные игроки. Так называемые, да, долгосрочные инвесторы, которые, как себя они называют, долгосрочные инвесторы, которые тупо покупают и держат, никак не контролируют риски в надежде, что когда-нибудь все вырастет. Только не факт, что они досидят до этого. Он сейчас лет на 10 уйдет, это рынок в какой-нибудь такой боковик. Не очень многие досидят. Вот. Так что... А вот скажи мне, у тебя стратегия есть, да, которая, например, часть стратегии, которая рассчитана на ударные дни. Вот на самом деле, на самом деле, это и есть вот эта избранность. А что, если действительно торговать как раз только в ударные дни? У тебя же есть, в принципе... Ну, ничего страшного. Психологически сложно. Да, конечно. Ну, я просто знаю, вот ты мне объяснял, что есть, например, какой-то посыл на рынке, какой-то графический паттерн, который предполагает, что будет... Да, да, вот это я имею в виду. Что вероятность такого дня очень большая. Нет, смотри, у меня ударный день как? Я не только по ударным дням торгую, все-таки я ориентируюсь на волны, да, так сказать. Просто в ударный день, конечно, это частный случай, заходить вообще классно. Просто смотри, что мне дает вот это вот признаки ударного дня? Я понимаю, что я могу в этот момент входить в какие-то более рискованные точки входа. У меня есть супернадежные шанс увеличивается. Да, у меня как бы вот то, что менее надежные рискованные точки, какие-то минусы. Вот, например, именно в такой день я могу работать в контртренд. Идет, скажем, ну, если я работаю в лонг, идет, скажем, на дневном горшке снижение-снижение, и вдруг... Или боковик. О, боковик это еще лучше. Вот боковики обычно. Боковики бьемся, бьемся, и вдруг от нижней границы канала боковика этого начинается день с признаками ударного. Боковики я не торговал, пропускал, а день с признаками ударного, вот как раз это классный вариант, чтобы войти еще в боковике, потому что я знаю, что ударный день это день с очень сильным смещением баланса спроса-предложения в сторону, в нашем примере, в сторону спроса, что именно в такие дни мы пробиваем все каналы, выходим, пробиваем все, как нож сквозь масло проходим через всякие линии сопротивления и так далее. Вот. Он мне дает возможность идти на какой-то повышенный риск. Этот риск, этот минус, что я, например, еще в боковике комментируется мне некоторыми плюсами, плюс сильного смещения баланса спроса-предложения, что очень велика вероятность, что именно в этот день мы пробьем. Ошибки молодежи, которые только приходят на рынок. О, их тут очень много. Ну, давай, я бы не решил. Которые только приходят, в первую очередь, это излишняя самоуверенность. Они считают, что сейчас рынки будут тут повелеваться, это самое... Участного на коллеги. Очень, да, всех поставлю на коллеги. Очень много, да, очень много денег. Вот, излишняя самоуверенность. Ну, а так, ошибки. Ну, вообще, скажем, если человек понимает, понимает, у него суть успешной торговли, у него есть торговая стратегия, которая дает положительным от ожидания. Ошибок, то у него может быть всего только пять. Две из них очень страшные, если я не решила, что тебе надо. Это самое страшное, это не контроль рисков. Я не знаю, какая из них страшнее, но первая страшная проблема, это не контролировать риски, не обрезать убытки. Это мы зарабатываем за счет этого, да, хочешь стать богатым, как можно меньше отдавай, как можно больше забивай. А эти люди не контролируют, а дают, то есть деньги. А вторая страшная проблема, переторговка. То есть, переторговка, ну, я бы сказал так, я по-другому сформулировал бы, это входить в те моменты, входить по какой-то причине, не потому, что возникла классная точка, где можно с небольшим риском заработать, взять живную цель, вероятность хорошую, а входить по другой причине, например, потому что хочешь отбить предыдущие убытки, потому что не можешь снять ни позиции азарт, потому что, вот, хочешь размочить ситуацию, у тебя как-то вот не было давно прибыльных сделок. Вот, то есть, переторговка. Дальше, не высиживать прибыль, тоже ошибка. Дальше, не брать прибыль, когда цена доходит до цели. она вообще-то самая первая, это боязнь входа, это, наверное, это быстро лечится. Вот, то есть, вот если есть успешная торговая стратегия, что можно сделать? Возникла точка, ты не вошел, это боязнь входа, или наоборот, вошел, не дождавшись точки входа. Это как раз... Самая большая проблема, что многие люди спрашивают, как это, и невозможно вылечить. Не, возможно, варианты есть. Как? Вот. Сейчас, секундочку. А если все-таки вошел, цена пошла порчить, а не обрезать убыток, пошел в ту сторону, не высиживать прибыль, брать мало, и уходить, хватать, что это не отбивает даже убытки, да? И когда цена дошла цели, не брать прибыль. Вот пять проблем, больше других-то быть, по идее, не может. А лечить, значит, какую проблему лечить? Давай будем лечить проблему, именно вот, большую проблему. Это переторговка, или не обрезание убытков. Смотри, тут надо понимать, что делать это придется, либо тренинг для тебя, или придется. Все понимают, но не могут. И вариант два. Либо научиться делать самому, либо второй вариант, доверить эту функцию кому-то другому. Кому-то другому, человека нанять, как многие бывают, десятером скинутся, какой-нибудь офис себе снимут, да, там, сидят торгуют. Сейчас проще гораздо ездить, сейчас ребята есть, да, вот Юра Дернов, как раз ребята из Акутинбурга, это лучший вариант. они написали софт, при том отличный софт, чем, что этот софт работает удаленно, то есть, например, есть программы, на севере стоит. Абсолютно уверен. Не отменив. Есть программы, где ты можешь сам внутри дня поставить себе, ну вот многие для квика делают, это самое, как на прямочку, такую настройку, да, она тебе там обрезает, а ты вошел в Азарт, ты его снес, нет, там как раз будет на отдельном серваке, где действительно, да, да, это очень классный день, который нельзя обойти, правда, ну опять, он же не является брокером, да? Нет. Вот человек возьмет и выйдет напрямую через брокеру, поставить тот же квик или вообще там... Нет, ну это человек же для себя делает. Мы говорим, сугубо для себя. это тогда уж хорошо. Так я тоже тем же самым занимался, тем же сам и занимался, и занимаюсь, у меня есть, например, вот ты знаешь, самое интересное, да, вот, например, в компании IT Invest, да, у Владера Витальевича Тордовского, а есть как раз, прямо в Smartex есть такая программа, которая действительно, мало кто пользуется, да? Да. Просили просто, когда подняли вопрос, просило колоссальное количество клиентов, когда сделали. Знаешь, у меня другой случай, мне ребята рассказывали, я правда не проверял, но вот ребята, ученики рассказали такую вещь, что они попросили в квик, они писали письма неоднократно, просили просто вести хотя бы функцию автостоп. Ты входил сразу, ну во многих терминалах современных есть, входишь и сразу выставляется просто тупо стоп. Долго просили, пришел ответ, что по нашим данным, стопами пользуются не более 2% трейдеров, поэтому мы даже париться не будем. Брак. 2%. Это брак. Так они сказали, да. Вот, поэтому мы даже париться не будем, но они просто написали немножко излишне, может, эмоционально, вы там всякую фигню вводите в свой квик, нормальную функцию, там автостоп не может вести. Они говорят, вот эта фигня, польза 30% трейдеров, а вот из-за вашей там 2%, мы париться не будем. Вот так они мне сказали. Ну вот, ты, опять же, ведешь семинары так, как и я, ты следишь за своими студентами, ты общаешься, я знаю, у вас чаты есть. Основная проблема, из-за чего люди вылетают? Они же все прошли семинары, они прекрасно знают, что нельзя делать. Ты и я торгую ввод с тобой. Трейдинг, это не знание, а умение. Умение знания реализовать, да, это все равно, что мы с тобой семинары проводили, как ездить на велосипеде, да, или как управлять автомобилем, да, все классно, надо еще самому сесть и поехать. Только здесь проблемы, в основном, психологические. Не каждый может... Ну почему такая цифра берется, реально? Знаешь, вылетает 97%, 98% вылетает. Ну, я бы так не сказал. Это цифра, это статистическая цифра. Средняя вот жизнь, продолжительность. Те, которые со мной торгуют, я наблюдаю, я говорю, у меня тоже, ребят, тоже побольше. Смотри, я знаю одно, что, знаешь, сколько средняя жизнь? Шесть месяцев все слышно. Даже шести лет. Да, даже уже меньше. Может быть. Я знаю одно, наши с тобой студенты, если они вылетают, они точно знают, почему они это делают. Не потому, что там, чего-то там они... Да ты знаешь, как ты... И не только наши студенты, вот есть просто люди, которые вот этот человек изначально знает, вот он пишет, например, вот я там, у меня такая-то психологическая проблема. И ты понимаешь, вот я не могу человеку сказать. Самая сложная работа, это работа над собой. Да. Это практически невозможно. Ну не знаю, есть же те, которые справляются. Так таких по пальцам пересчитываешь. Знаешь, я тебе могу сказать, здесь нет ничего удивительного, так вообще в любом бизнесе. Вот любой, какой ни возьми. Есть статистика, но более-менее официальная, что 90% предприятий закрывается в первый же год. Первый же год. Это правда. А ты знаешь, почему? Дальше я еще... А дальше есть причина. Неправильно капитализированы, то есть неправильно просчитали торговый и рабочий капитал. Ну, может быть. В Америке так же самое. 92% первичных бизнесов первый год закрывается. Вот, вот, вот. Выживают только лучше те, у кого есть какие-то конкурентные преимущества в виде знаний, умений, либо каких-то это. Дальше я сейчас очень много общаюсь с людьми из науки. Такая же у них, среди них такая же у них. Ты знаешь, в Америке есть цифра. Если бизнес выстаивает больше трех лет, он зарабатывает деньги. Может быть. То есть это говорит о том, что нормальный человек должен как бы все, искоренить все проблемы. Дорогие друзья, у нас был Александр Розвяков. Час пролетел незаметно, как обычно. Саша, огромное тебе спасибо. Удачи тебе, всем твоим студентам. Кто хочет наблюдать за судьбой Саши Розвякова, набираете в интернете Саша Розвяков, и выходит тысячи различных картинок, фотографий, страниц, промо и все остальное. Да, есть много негативного. Много негативного. Все положительные люди, они притягивают негатив. А всем всего доброго, огромное спасибо, хороших выходных. Спасибо.